Студентка второго курса Самарского медицинского университета Иман Ирсматаева сама придумала и вышла рисунок на традиционных платках чеченских женщин. Вместе с другими девушками почти месяц проводила мастер-классы «Национальный колорит» для всех желающих научиться мастерить головные уборы. Платок для чеченских женщин важен, потому что он олицетворяет ее нежность, ее женственность. В платке чеченская женщина чувствует себя увереннее и защищеннее. То есть с помощью платка наши предки передавали свою какую-то историю, и можно было бы многое понять, как они проживали эту жизнь, как они проходили какие-то трудности или счастливые моменты в своей жизни. В чеченском народе говорят, горы зовут тех, чья душа им по росту. И горы – один из важных рисунков на женских национальных платках. Этот платок называется «Душа гор». Он показывает в себе гордость, патриотизм. Тут изображены горы и солнце. В принципе, для чеченцев, для чеченского народа горы – это очень важная часть в их жизни. На сцене Самарского дома «Дружба народов» в эти выходные прошел праздник, организованный чеченским национальным культурным центром «Даймохк», что в переводе означает «отчизна». Традиционно на такие праздники собираются и выступают перед гостями и другие народы, чьи представители живут на Самарской земле. В концертной программе не только танцы. Между выступлениями гостей праздника знакомили с современной коллекцией женской одежды. Девушки демонстрировали головные уборы чеченских женщин. Очень важно сегодня, чтобы народ видел, что мы все вместе, это наша Россия. Мы же Советского Союза все, и каждому надо показывать. И в первую очередь, конечно, с кухни надо начинать, чтобы вот эти бытовые проблемы не возникали, чтобы нас не могли разобщить, чтобы мы были всегда такие, какими были в Советском Союзе. Наша большая российская семья. Эти мероприятия в первую очередь направлены на сохранение традиций, культуры народов, традиционно проживающих на Самарской земле. Поэтому такого рода мероприятия, которые нам позволяют познакомиться с культурой, обычаями, с языком народа, это очень важно сейчас. На сценах культурно-развлекательных площадок областного центра прошла целая череда многонациональных праздников, организованных при поддержке администрации Самары. Ведь на Самарской земле сотни лет закладываются традиции совместного проживания людей разных национальностей, и живут они в мире, дружбе и взаимовыручке. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.